В Орлёнке проходит тематическая смена русский язык, язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий. Участниками стали 300 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Это победители и призёры международных, всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе. Чем занимаются юные лингвисты на смене, расскажет Юлия Хворостянова. Нам нужно уметь и выставить своё мнение, и услышать собеседника, и ответить на его высказывания. Жаргонизм — одна из острых тем у молодого поколения, ведь это неотъемлемая часть речи подростков. Мастер-класс проходит в формате дебатов. Ребята разделись на две группы — «за» и «против». Мы говорим о происхождении молодёжного жаргона, о способах пополнения слов молодёжного жаргона, о способах словообразования. С одной стороны, это лингвистическая сторона жаргона, и с другой стороны, о том, стоит или не стоит употреблять жаргон в речи. Что есть красноречие? Искусство, дар, щедрое подношение судьбы. Знания, полученные на мастер-классах, применяют на практике. Конкурс ораторского мастерства учит излагать мысли и выступать перед аудиторией. Монологи на свободную тему ребята написали сами. Для Ульяны Крюковой это не первое выступление на публике. В родном Волгограде она подрабатывает экскурсоводом в музеях. В своём выступлении девушка рассуждает о красноречии. Мне показалось, что данную тему никто не выберет. Она достаточно сложна, как мне кажется. И намного было бы проще писать о любви, о смехе. Были такие темы. Но чем выше ты ставишь себе каждый раз планку, тем больше ты самосовершенствуешься. И чем сложнее ты каждый раз выбираешь тему, тем лучше ты будешь писать за тем. Такие конкурсы направлены на формирование хорошей речи у наших детей. Хорошая речь основывается на выражении мысли, своей жизненной позиции. И ребята в 12, 14, 16, 17 лет выражают свои чистые мысли, выражают их искренне. Зри, зри, не урони! Раз, два, три! Особое внимание на смене уделяют народным играм. Здесь ребята проявляют ловкость, смекалку и разучивают народные присказки. Зри, вошли, все, везли, а девятая сама, обними разок меня. Это словесное сопровождение, оно является как частью фольклора. И это ещё один из способов для того, чтобы приобщиться к фольклору. Мы играем те игры, в которые раньше играли наши предки. Это, безусловно, очень интересно. Мы знакомимся с этими традициями, обычаями. И это очень классно, конечно же. Обычный советский парень Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал героем всей Земли. О возможностях применения языка в научных и технических разработках узнают на встрече с Анатолием Чербаковым, генеральным директором компании «Вспейс», где разрабатывают технологии дополненной реальности. Вместе с Анатолием ребята говорят об открытиях российских учёных. Наши люди первыми полетели в космос. Мы придумали радио, как Павлов Александр Степанович. Вообще множество открытий, оно непосредственно связано с нашей страной. И, конечно, это всё достижение нашего великого русского языка. На смене в «Орлёнке» ребята учатся грамотно говорить, формулировать мысли и изучают на практике культуру нашей страны. С новыми знаниями они продолжат популяризировать русский язык в своих регионах. Юлия Хворостянова, Денис Гилёв, Алексей Кузьмин и Аркадий Коваленко. Телеканал Орлёнок ТВ.